Меня зовут Владимир Иванович Желенко. Добро пожаловать в солярную мастерскую в гости к дедушке Володе. Недавно снял фильм о тракторном зубчатом венце. Вот такой, друзья. При помощи этого приспособления я изготовил маленькие отверстия при помощи фрезера. Сделал резьбу геометрическую. Вообще задумка была на этом приспособлении изготовить блюдо с помощью ручного фрезера. В интернете одно единственное видео я нашел. Ну, скажем, меня немножко будет отличаться. Для изготовления блюда я склеил заготовки. У меня обрезки были, термодерево красное, чтобы видно было. Пособирал я обрезки, ну, правда, без сучков. Три стороны я обогнал на станке фуговальном. Четвертую сторону, кривую горбатую, подрезал на циркулярной пиле. Через рейсмус не прогонял. Я думаю, здесь будет обработка идти фрезером. Поверхность ровненькая. Теперь просверлю отверстие сквозное, небольшое, чтобы вращать эту заготовку с одной и переворачивать с другой стороны, чтобы имела ось одну вращение. И вырежу круг на ленточке. Очень примитивное приспособление. Каретка. Каретка движется до упора. А здесь прижимаю бедром. Можно фиксировать здесь прижимом. Склеен одет дерево. Сейчас вырежу круг. Ответственный момент. Прорезать криволинейный паз. Получается два правых, два левых. Если собрать, получается два верхних. Один правый, один левый. И два нижних. Один правый, один левый. Поэтому вырезал шаблоны. Установил копировальную втулку. Вот это у меня как база будет выступать вверх. Прикручу сначала к одной детали. Потом переверну к другой детали. Это для поддержки. Все усилие к себе фрезером, чтобы втулка не отошла от шаблона. Деталь надо затянуть хорошо, чтобы не сдвинулась во время работы. Форма сложная, поэтому лучше пройти раза три. Теперь шаблон переворачиваю зеркально. И прохожу вторую обратную деталь. Точно такую. Получились, друзья, такие две детали. Зеркальные, правые и левые. Чтобы хорошо скользило, вот эти протирать парафином. Трение здесь большое, прижим большой. После парафина движется легко, без нагрузки. Следующий этап изготовления, после вот этих криволинейных направляющих. Вот такая, друзья, каретка. Это штанги фрезерные. Два бруска с болтиками. Все, конструкция очень простая. По идее, вот эта направляющая должна двигаться вместе с фрезером. С одной стороны и с другой стороны. Одна вверх и одно дно. Итак, друзья, из чего состоит вся моя конструкция. Этот фильм будет, наверное, интересен. Кто смотрел фильм более ранее, где я показывал подробно о венце и приспособлении. И округлой каретки. Получается, приспособа состоит из венца. Каретка с подшипниками. Здесь я заглушил. Прокрутил временно кусок доски. Нашел центр. И прокрутил саморезом крепко заготовку под будущую тарелку. Вставляем. И теперь самое основное. Вопрос, как обработать. Вопрос, который ждете вы с нечеркением. Изготовлена, друзья, вот такая прямоугольная еще каретка. Внутри каретки криволинейные пазы. Вовнутрь вставляется вот такая рамка с фрезером. И вот эта рамка может совершать криволинейные движения. Кровизна линий совпадает в форме нашей будущей тарелки. Всю вот эту конструкцию укреплю на шпильках, шайбах. И покажу вам готовую собранную приспособу. Конструкцию, друзья, собрал. Вот так двигается каретка с наклоном. Ну, решил, опускаю фрезер. Фиксирую ручку. Вращаю. Потом фрезер чуть-чуть передвигаю. Снова вращаю. И круговыми движениями прохожу. Получается, снимаю донышко. Донышко снять, скажем, там совсем немножко. Конструкция претерпела небольшие изменения. Маленький фрезер заменил на большой. Потому что там фреза, скажем, совсем маленькая. А здесь двадцатка. Продолжение следует... Продолжение следует... выполняла такой фрезой и последний проход почистку сделала как обдирку, почистку, а теперь длину прохожу по направлению такая получилась нижняя часть блюда сейчас сделаю небольшое углубление пазовой фрезой чтобы не качалась она была устойчивая такая получилась обратная сторона сейчас перекручиваем и пробуем внутри надеваем респиратор за три прохода выбрал я внутри по центру саморез побоялся дальше выбирать уже видно саморез оголился сейчас поставил фигарейную фрезу и хочу край подрезать опускать прокрутить немножко работа подошла к концу блюдо выполнено на фрезере выглядит следующим образом вид с обратной стороны при помощи венца при помощи каретки единственно что скажем из недостатка я заметил надо длинные фрезы иметь и за не менее получилось у меня мелкое блюдо еще раз напомню это друзья термодерево но в любом случае можно ли ручным фрезером изготовить блюдо ответ да можно при помощи нехитрого приспособления в начале фильма я сказал с помощью этого приспособления я фрезеровал малые отверстия делал узоры сегодня на нем изготовил на этом приспособление блюда впереди еще вас ждут интересные с этим приспособлением задавайте вопросы до новых встреч всего вам доброго с уважением владимир иванович